О боже, как я люблю феномены, которые стреляют так резко и неожиданно. На повестке дня у нас мультфильм «Удивительный цифровой цирк», который набрал 17 миллионов просмотров на момент записи. Я уверен, что сейчас намного больше. Такой успех кажется чем-то странным. Однако сейчас я вам расскажу все наглядно и по полочкам. Видео разбито на эпизоды, поэтому вы сможете найти то, что вам интересно. Наверное, самая низко просматриваемая часть этого ролика – это пересказ сюжета. Сюжет полностью копирует закрытые се... Кхм, кто это сказал? Сюжет рассказывает про девочку со случайно сгенерированным именем Помни. Она, что иронично, не помня ничего, кроме надевания шлема, попадает в некий лиминальный дремкорный цирк, заведует которым какое-то взявогущее существо Кейн. Помимо Помни, в цирке присутствуют еще несколько персонажей. Вечно грустная и неуверенная Генгл, всем недовольная Зубл, нестабильно двинутый Короллер, скромная и добрая Рогата, пассивно-токсичный Джакс и некий Кауфмо, которого... тут нет. После небольшого знакомства Кейн решает устроить приключение для Помни. Как он говорит, выхода тут вообще нет, однако промелькнувшая дверь говорит об обратном. Рогата, Джакс и Помни решают проведать Кауфмо, параллельно обсуждая, что они могут поспать, хотя такой биологической потребности тут просто нет. Однако, по эмоциям некоторых персонажей, можно понять, что им самим тут как-то не нравится. Зайдя в комнату Кауфмо, оказывается, что он... сошел с ума и стал неким воидом-существом. Помни бегает от Кауфмо еще какое-то время, пока не находит выход. Она все-таки решает сбежать, но попадает в бесконечные офисы. А после так вообще оказывается в пустоте. Ее вытаскивает Кейн и исправляет все, что было в его отсутствии. Говоря, что выход есть, но он пока не доделан, а поэтому они пока что могут поесть. Хотя, опять же, такой биологической потребности у них нет. А после нам показывают, что все это симуляция в компе. Сюжетную ветку со спуском в подземку я скипнул, так как она не особо важна, как по мне. Так почему это стрельнуло? На самом деле тут сложилось несколько факторов, о которых мы говорим по порядку. Первое. Мультиязычность. Данный эпизод, как и некоторые другие анимации гличей, имеет адаптацию на самые популярные языки мира, что очень сильно увеличивает охват, то есть нет необходимости ждать перевод на другом канале, который бы вышел через год. Например, крутая анимка от Gooseworks, Призрак Года, получила перевод только спустя 2 года, и перевод вышел на другом канале, который собрал 30 тысяч просмотров. То есть просмотры размазываются по каналам и не идут в общую копилку. Второе. Это тематика. Да-да, тематика закулисья, лиминальности, дримкора с детским дизайном. Тема, напоминающая, прости господи, пупи плейтайм. Это вызывает диссонанс, когда на фоне такого достаточно милого и детского контента видишь хтонический глич сущности. Это мне напомнило мульт от Adult Swim, где в детский мультик поводает гличевый монстр, который порабощает других в стиле залга. Либо же олдовый пример. Happy Try Friends. Я думаю, те, кто шарит, меня поняли. А тема лиминальщины и так само по себе хайповая. Еще один фактор, это адаптация под разные возраста. Детишкам юмор, взрослым хоррор. Ну, лично мне юмор показался чересчур детским. Ну, либо это я уже старый. Эволюция ТБ умынула. А вот сама тема и задумка достаточно интересная. Ну, и затронем самую щепетильную тему, которую, к сожалению, не удастся обойти стороной. Это гребанное правило 34. Я не знаю, каким п***ем НСФВ художники нашли в этом мультике что-то пошлое. Тонны артов с откровенным содержанием были нарисованы всего за неделю. Хотя у персонажей даже первичных половых признаков нет. Тож, кажется, этот мультик может постичь участь от Эля Хасбин. Вы же помните этот пилотный эпизод трех лет недавности? 90 лямов просмотров. А тизер новых эпизодов... даже ляма нет. Хотя, пока сами серии не вышли, судить рано. Но что-то мне подсказывает, что сериал вряд ли заимеет такой же успех, как и его пилот. Однако, хочу высказать одну небольшую теорию, связанную с мультом. Все это уже было. Да-да, возможно, для вас это будет шоком, но я уверен на 90%, что данный мультик находится во вселенной Гузворкс, которые и выступили авторами цифрового цирка. Да, анимировали все гличи, но давайте же взглянем на анимации Гузворков. Сходство явно налицо. Предположу, что Удивительный Цирк лишь очередное шоу на телеке в этой вселенной, наряду с награждением Призрак Года. В подтверждение этой теории скажу, что многие мульты Гузворкс связаны. Я уверен, это не исключение. К тому же, дизайн персонажей говорит сам за себя. Вообще, настоятельно рекомендую знакомиться с их творчеством. А то гличи, как будто бы себе весь хайп забрали. Подводя все вышесказанное, становится в целом очевидно, откуда такой хайп. Но это также дает объяснение хейту. Да, кому-то и вправду может такое не понравиться. Но, как мне кажется, хейт может быть связан с тем, что мульт очень резко стрельнул. Ну, типа, все не такие, как все, не серая масса, бойцовский клуб. Убейте меня. Так что будем надеяться, что продолжение выйдет хотя бы в этом десятилетии. Если вообще выйдет. Вот такой нетипичный ролик для канала. Всем пока. Все ушли? Не, ну правда, цифровый цирк это закрыт сервера, я в этом уверен. Нет, какая-то уверена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!